И всем привет, ребятки! С вами Дриллер Русская Рыбалка 4 и моя прокачка аккаунта Доночника. И в этой серии, а это у нас уже шестая серия, я буду покупать свою первую сборку, то есть новую сборку. У меня в данный момент вот такие вот сборочки. Это самые дешманские Сорента, самые дешевые катушки Спарк. И пришло, наверное, время немножко поменять свои удочки и взять более что-то прочное, надежное и, быть может, долговечное. Вот, но есть один небольшой нюанс, один небольшой нюанс. Это то, что мне не хватает немножко серебра, порядка, наверное, 150 монет. И ввиду чего я все же немножко сначала рыбки половлю, постараюсь нафармить нужное количество денег и потом уже, потом уже я буду собирать свои сборки. Сборку, точнее, не сборки, а сборку. И действительно, наверное, тем ребятам, которые идут по моему пути, лучше, конечно же, послушать внимательно, что я буду рассказывать. Потому что я буду собирать свою сборку, но расскажу про другую сборку, которую тоже можно собрать. И, быть может, для вас данная сборка будет даже лучше, чем буду собирать себе я. Вот, но прежде, как я уже сказал, я немножко рыбы половлю, потому что действительно у меня не хватает серебришка. Где-то порядка 150 серебра. Я уже все дело прочекал, все посмотрел. И данного бланка, который мне нужен, который мне нужен, нет на Комарином озере. Скорее всего, вот, честно говоря, вот этот момент я не посмотрел. Данный бланк будет на Остроге, который, кстати, нам уже доступен. Ну и да, сегодня будет первая рыбалка на озере Старый Острог. Вот, попробую половить леща. Так что, я надеюсь, сегодня будет интересно. Ну и хочу, наверное, сразу ответить на несколько вопросов самых, наверное, популярных. Это когда новая серия. В очередной раз хочу сделать для вас челлендж. Серия следующая будет через три дня. Но, как я только что сказал, хочу устроить для вас челлендж. Так, а что-то рыбка не засеклась? Ну ладно. Вы, конечно, ребята, топите прям по жести. И нужное количество лайков набираете крайне быстро. И вот действительно, я не успеваю серии просто записывать. По две серии в день я, к сожалению, не могу записать. Потому что я не могу находиться целый день за компом. Так-то да, это реально. Но есть и другие моменты, которые хотелось бы в своей жизни как бы делать, да? Вы вот 200-250 лайков набираете просто вот по щелчку пальца. Грубо говоря, раз-раз, все, 250 лайков, новую серию давай. И короче, и короче. Поэтому, друзья, следующая серия через три дня. Или же опубликую, я думаю, ее прямо сразу. Как только наберем 400 лайков. 400. Но я думаю, что вот 400 лайков вы по щелчку пальца не сделаете. И я хоть смогу денечек отдохнуть и подготовиться к следующей, получается уже седьмой серии. Так что, ребят, либо ждем, либо, как обычно, набираем нужное количество лайков. И в этот раз это будет 400. Я думаю, 400 вы тоже сможете сделать. Конечно, не за 3 часа, 4 часа, как вы это делаете с 200-250 лайками. Но денечек, наверное, придется подождать. А я как раз-таки успею дозаписать все, что нужно. И не буду спешить, сломя голову, чтобы все быстрее и быстрее сделать. Вот. Значит, что? Пока, значит, я нахожусь на Комарином озере. Кстати, почему-то карась на манку. Смотри, не хочет клевать от слова совсем. Хотя карась на манку, это вполне себе нормальная тема. Если я правильно помню, я особо не всматривался, потому что я болтал. Но в кафешке должен был смениться карась. Да, он, кстати, сейчас сменится через буквально уже 33 минуты игрового времени. Кстати, есть ротан, которого я одного уже поймал. Что я вообще хоть поймал? Ничего хорошего. Одного кунечка маленького. Ну, тут 5 куней нужно. Ну, нужно еще 5 штук где-то взять. Мне был час по-быстренькому формануть 150 монет. И было бы круто, здорово, приятно. Вот. Я, наверное, часок все же проведу на Комарином озере. И вне зависимости от того, смогу я нафармить нужное количество серебра или нет, я буду переезжать на острог. Если уж не смогу сразу купить, то чуть попозже сразу же куплю бланк, который мне приглянулся. И с которым я проведу достаточно долго еще время. Вот. Так что я пока рыбачу. Если вдруг что вспомню, что рассказать интересно, либо что-то клюнет интересное, обязательно вам покажу и расскажу. Кстати, вроде как первая поклевка на кашу манную. Давай посмотрим, это все же хоть карась или не карась. Ну да, это карась. Это карась золотой. И карась не особо-то большой. Вот. Так что я рыбачу. Я рыбачу и надеюсь на хороший заработок. Вот. Ну и не забываем прокачивать наживку. Копать. Копать червей. У меня, к сожалению, больше нет ничего в данный момент. И хотелось бы, конечно, я хотелось бы, конечно, открыть кашу гороховую. Потому что, насколько я понимаю, на остроге в данный момент лещ клюет пулеметно, но клюет на кашу гороховую. А я, к сожалению, до нее еще не докачался. И сейчас давайте все же пока завели разговор на эту тему, посмотрим каша гороховая 40%. У меня 35%. То есть 5%. Это вроде бы как немного, с учетом того, что у меня 35% прокачки добычи наживки. Но мне нужно купить новые снасти. И чтобы сейчас докачать наживку до 35%, но мне нужно так неплохо потратиться. И если, опять же, я бы не тратился на чесночное тесто, чтобы его начать уже готовить. А что у нас есть, что ли, появился? Блин, ничего хорошего. Есть, появился. Ладно. Если бы я не тратился на добычу наживки, у меня бы хватало на сборочку. Возможно, даже на полторы бы сборочки у меня уже хватало. Но все же, знаешь, лично мое мнение, когда есть чем ловить, но не на что. Это все равно, что есть чем ловить, но нечем, да? Но по сути, смотри, у меня хоть чем-то есть ловить, но есть на что. Так что добыча наживки, я не жалею, что я прокачал, и не жалею, что потратил, ну, пусть небольшую кучу, но небольшую кучку серебра я все же потратил, потому что приходилось покупать и хлеба много, и перловки, и того, и того, и того. Оно, знаешь, чуть здесь, чуть там, оно вроде как бы незаметно, там потратил 20 монет, тут 30 монет. Но когда у тебя на балансе меньше сотки, да, всего 400 монет, а то было и меньше, это как бы значительные моменты. А по факту, смотри, у меня только хлеба, только хлеба 6000. То есть, представишь, сколько я перевел батонов. И, кстати, может быть, даже имеет смысл попробовать вот сравнить, чем будет мне немножко дешевле прокачаться, там, допустим, до, ну, 5%, к примеру, да, или процентик хотя бы там дешевле каким-нибудь более ранним открытым ингредиентом, то есть, допустим, чесночным тестом, либо просто батонов набрать, хлебного мякиша, этого сделать, и все будет здорово, приятно. Просто нужно немножко сравнить. Вот, к примеру, если посмотреть на хлеб, обычный хлеб, то есть, из которого делаем хлебный мякиш, он стоит, смотри, 50 штук, 20 монет. То есть, представишь, что я 50 раз сделаю крафт. Вот, а если брать, к примеру, тоже чесночное тесто, то, посмотри, на 50 замесов, это, прикинь, сколько, 102 монеты, только чеснок, а плюс там пшеничная мука, если мне не изменяет память, это тоже нужно порядка 50 штук, это уже 150 монет. И еще потребуется подсолнечное масло, но подсолнечного масла нужно купить будет, получается, блин, сколько порций здесь, я не помню. Порции 10. Ну, 5, короче. Это еще 20 монет, то есть, по факту, это где-то монет 200, на 50 замесов. Но такой момент, что ты, когда будешь качаться через чесночное тесто, допустим, это сейчас последнее, то, что у меня открыто, у тебя будет чуть ли не каждый раз выпадать по 0,201 проценту. А хлебным мякишем я могу сделать 50 замесов и не получить ни процента. Тут как бы, ну, как-то вот так. Но просто стоит понимать, да, что 50 замесов хлебного мякиша это всего 20 монет, а 50 замесов чесночного теста это 200 монет. Да, и то есть на 200 монет, ты представляешь, сколько, сколько вот мы можем взять на 200 монет. Ну, это до хрена замесов и может быть действительно имеет смысл попробовать хлебным мякишем. Потому что, допустим, прокачивать приманки через самый последний открытый компонент, ну, через самую последнюю открытую приманку, но, откровенно говоря, невыгодно. Я на себе это все прочувствовал и когда-нибудь, надеюсь, ролик выйдет на эту тему. И действительно, через самый последний открытый твой компонент прокачивать добычу приманок очень невыгодно. То есть, так как прокачиваю я сейчас, ну, то есть, мне подсказали люди, юзер 88 или что-то такое, никнейм у него был, он мне подсказал, как прокачивать. И по его вот этой вот, как он подсказал, выходит где-то 5-6 тысяч серебра, чтобы докачаться до 100%. А если через самый последний открытый, ну, компонент, не знаю, называйте, через самую последнюю открытую приманку, там, да, где эти приманки, вот они, то я затратил больше 10 тысяч и докачался до 95%. И я бы еще потратил дохрена денег, чтобы докачаться до сотки. Благо, мне вот подсказали. Я таким способом докачался прям очень быстро. Не буду еще обещать, не буду спойлерить, будет возможность, я попробую докачаться. Там осталось буквально 3% докачать и можно, в принципе, ролик записывать, но нужно прем купить будет на тот аккаунт, потому что без према качать приманки, это, откровенно говоря, тот себе еще челлендж. Ну вот, ну и опять же, лайки вы штампуете, конечно, спасибо, но у меня времени не хватает ни на что из-за этого, как бы. Поэтому давайте 400 лайков и как бы все будет здорово, приятно. Следующая серия. Так что ладно, все, я опять тут наболтал уже на достаточно длительный срок. Клев вообще, короче, фигня здесь, как я погляжу. Я, в общем, буду ловить, может быть, куда-нибудь уйду в другое место. Вот. Ну и включусь чуть попозже. Да, кстати, ребят, там в одном из роликов я говорил, что по всей видимости у меня что-то там фрикцион, либо механизм катушки уже слишком плохой. Было много вариантов, почему у меня, точнее у меня, почему я не могу затянуть фрик до 29, и многие грешили на крючок, что я ставил вот такие крючки. Нет, дело в том, дело не в крючках на самом-то деле, ребят, у этих крючков прочность порядка 6 килограмм. У меня, смотрите, леска, износ почти 7%, а у него прочность всего 3 килограмма. То есть, ну, если отнять это, грубо говоря, она уже держит, ну, меньше 2 килограмм. И, скорее всего, скорее всего, я не мог затягивать, и не могу затягивать фрик до 29, потому что у меня уже леска с большим износом. Вот, и все на самом-то деле. А я, кстати, между делом пришел попробовать леща половить, потому что на той точке мне, откровенно говоря, что-то не зашло. Ну, вместо леща, естественно, я ловлю плотву, но ловлю плотву и ловлю плотву. Какая родница? Плотва тоже рыба. Плотва это тоже прокачка, плотва это тоже какие-то серебряные монетки, поэтому, а почему бы, собственно, и нет. Ну что, ребятки, рыбалка моя подходит к концу, и сейчас будем пробовать собирать новую снасть. К сожалению, не смог ничего выполнить путнева. По заказам только плотва незачетная. Это всего получается, насколько, на 7 монет нет ротанов, нет куней, нет густер. Короче, нихера не смог я поймать, к сожалению. Побегал немножко по водоему, попробовал там, попробовал сям, нифига не получилось. Все это дело еще на 54 монеты за часок выходит. Это даже не 150, как мне, собственно, нужно. Но густерок я оставлю пока что. Может быть, я еще чуть-чуть, буквально чуть-чуть подловлю на комарином. Сейчас только пришел там на одну точку, и, быть может, там что-то клевать хоть будет. Вот, но это не точно. Ерши, в принципе, можно всех продать. Россию тоже продаем. Золотых, серебряных. Вот, лещи тоже незачетных. Сливаем леньков. А, ленья, я, кстати, хочу попробовать поймать на 800 грамм до 14 монет. Но я куней, платву всю солью, потому что, хотя нет, платву сливать не буду, потому что, потому что есть такая вероятность, что вот сейчас этот заказик закончится. на платву он еще будет работать 10 часов. Я сейчас пока там снасти все куплю, может быть, как раз заказ поменяется, может быть, опять платва будет, и я благополучно ее сдам. Ну, а сейчас предлагаю посмотреть на снасти, которые я буду себе покупать. А сейчас, друзья, предлагаю послушать меня внимательно, так как я буду рассказывать про снасти, которые, во-первых, я буду приобретать, и которые бы я мог вам посоветовать. Потому что, друзья, я буду покупать более бюджетный, более экономичный вариант, и, наверное, не совсем целесообразный вариант. Но, ввиду того, что я стремлюсь побыстрее довести данный аккаунт до карповой рыбалки, поэтому я в некоторых моментах буду экономить. Возможно, в некоторых моментах мне будет тяжелее, возможно, впоследствии, если вы сделаете так же, как я, вам придется еще дополнительно тратиться, потому что, ну, потому что, сейчас, я думаю, все узнаете. Для начала, давайте я вам расскажу, какие снасти покупать, я бы вам рекомендовал в дальнейшем для более, скажем так, долгой рыбалки, для более частого использования этих снастей, что ли, и более целесообразно поступить именно так. Покажу несколько вариантов, а вы для себя уже сами решите, какие вы будете покупать. Есть побольше денег, лучше, конечно, взять более дорогие снасти, ну, о которых я сейчас с вами поговорю. А вот, и если у вас действительно имеется нормальное количество серебра, я бы вам посоветовал взять Адриатику 5000S. Весьма хорошая катушка, которой вам хватит действительно надолго. Здесь неплохой фрикцион, неплохая шеститысячная или шеститысячная шпуля, да, размер шпуля 6000. Очень хорошая катушка, да, у него все две звезды, то есть, ну, с износом, наверное, будет не все так радужно, но она своих денег стоит. Но есть такой момент, она в данный момент стоит 480 монет, и купить ее можно в данный момент, на момент записи этого ролика, только на Остроге. Ее нет ни на Вьюнке, ее нет ни на Комаринке. И, забегая немножко вперед, скажу, что на Остроге будет она немножко дороже, если бы она продавалась здесь на Комарином, либо на Вьюнке. Ну, и чуть подороже вариант, это Pride 6000S, это вообще хорошая катушка, с которой вы можете прорыбачить, вплоть там даже на 40 уровне ловить, ну, в принципе, так же, как и Адриатика. Для мелкой рыбы, для леща, для, может быть, какого-нибудь ленька, там, ну, что-то вот такого, не крупной рыбки, там, опять же, пойти ерша половить где-нибудь, она в Юнке, там, для живца, либо для закрытия попытаться ерша на царя. Превосходная катушка, быстрая, 6000S стоит относительно недорого, 532 монеты, я сейчас, если вы там 30 и так далее, уровень, опять же, прекрасно встанет и на Бунисана и так далее, и тому подобное, то есть, вот эти две катушки, это действительно хорошие катушки, да, они, конечно, ну, по крайней мере, для меня сейчас немножко в цене кусаются, и я буду брать дешевле вариант, но, возьмите, как бы, на заметку, можете взять тот вариант, который я предложу, ну, то есть, эти две катушки, либо тот, который я все же себе буду покупать, опять же, имейте ввиду, что можно купить более дорогие и более целесообразные катушки, по поводу фидера, я бы рекомендовал смотреться, приглянуться к вот этим двум фидерам, либо Палмар, не знаю, честно говоря, сколько он стоит, монет 300, может быть, чуть дороже, 12 килограмм, хороший фидер, под эти катушки, которые я только что показывал, шикарно встанет, либо какой-нибудь Кама Фантазия, 328 монет, здесь прочности 14 килограмм, как я сказал, и хватит до того момента, когда вы, наверное, себе прям будете покупать какие-нибудь Бунисаны для некрупной собственной рыбы, по длине, выбирайте сами, я не хочу брать, откровенно говоря, сильно длинные, потому что особо дальние забросы мне не нужны, а дальние забросы здесь играет как раз-таки из-за длины удилища, ну, окей, мы не будем вдаваться в подробности по строю, там, и т.д., и т.п., просто более длинные буду более дальше забрасывать, поэтому я бы взял все же чуть покороче, мне особо 4-метровки, наверное, не нужны, так что вот эти два фидера и те две катушки, они прекрасно будут друг друга дополнять, по леске я бы вам порекомендовал что-нибудь взять, ну, можно присмотреться, конечно, к нейлоновой леске, имеет смысл, конечно же, присмотреться к более дорогой леске какой-нибудь вот на 12 килограмм, но, опять же, цена 126 монет, так что, так что, так что, 12,8 килограмм вполне себе под данные сборочки подойдет, но если покупать все же удилище Палмар, то все же, все же придется вам немножко с поводками играться, потому что леска будет чуть прочнее, чем ваш бланк, но поводками это все можно занивелировать, скажем так, делать поводки на 7, на 9 килограмм, либо покупать, либо самому, опять же, крафтите, когда там, крафту поводков тоже обязательно дойдем, так что, вот как-то так, ну, крючки, как бы там, шучу поводки, там, да, и грузила, я думаю, вы сами себе подберете под ваш стиль, место ловли, поэтому, это дело я показывать не буду, но, но вот эти вот удилища, палмар и фантазия, в сочетании, прошу прощения, с вот этими катушками, прайд и адриатика хорошо себя покажут, но, как я уже сказал, я буду брать более дешевый вариант, и выбор мой пал на спутник элемент про, за 379 монет, но, опять же, как я уже сказал, на строге, та же адриатика, которая дешевле, прайда будет стоить 480 монет, то есть, по-моему, на сотку как раз таки дороже, и, почему все же я буду брать эту катушку, ну, во-первых, ну, на килограмм, согласен, меньше фрик, да, согласен, здесь 4000 шпуля, и проигрывает обоим катушкам, но, сотка экономии, а я сейчас, ну, по жесткому, как бы пытаюсь экономить, да, в некоторых моментах я трачусь, но я пытаюсь экономить, и в дальнейшем, чтобы в дальнейшем, быстрее уже купить карповые сборки, поэтому буду покупать элемент про, 100 монет, казалось бы, да, там час-полтора рыбалки, это не критично, но мне-то нужны 3 сборки, а 3 сборки, это, собственно, сколько, 300 монет, это только с, трех катушек, но под них нужно купить и фидеры, а фидеры я тоже буду брать немножечко дешевле, и там будет экономия порядка еще 500 монет, то есть, то есть, то есть, опять же, наверное, если бы, если бы, я не пошел, вот, как я пошел, то есть, через самые дешевые катушки, через самые дешевые фидеры, как бы, да, может быть, имело бы смысл не покупать то, что я покупал, то есть, дешевый там, спарк, дешевый астерию, а покупать что-то, фидерная ловля старт, да, вот, за 149 монет, и уже с ней, как бы, там, ну, и леща ловить, и так далее, и тому подобное, и как раз таки, вот тогда покупать вот такие фидеры, по 300 там, или сколько они стоят, 320 наверное монет, да, 320 монет, фидеры, а вот, а я буду покупать по 150, то есть, ну, 150 с каждого бланка, ну, понимаете, это 500 монет почти, только фидеры, плюс, три катушки, это 800 монет, ну, 800 монет на 12 уровне заработать, ну, не так-то уж и просто, прям по-быстрому я имею ввиду, вот, я пошел через самый экономный вариант, поэтому буду экономить до конца, вот, катушку я вам показал, мы ее давайте сразу купим, вот, у меня остается 100 монет, и 100 монет, мне естественно не хватит на, к сожалению, фидеров, но фидер я буду покупать на старом остроге, и фидер буду покупать вот, вот такой, ой, вот такой, остырия, 4, 4 метра, да, все правильно, 4 метров, все же буду, 3,4 не буду брать, но слишком маленький, 4 метра возьму, он стоит где-то 150, 180 монет, 7,8 прочность, как раз под моей катушке, прекрасно встанет, вот, и у меня получается экономия, с трех снастей, порядка 8 места монет, но если опять же, есть деньги, ребят, то покупайте более проверенные, и нормальные снасти, под данную сборку, я буду покупать плетеный шнур, это Сайберия гибрид, наш, сколько, 7,2 килограмма, прочность, получается, моего будущего, бланка, 7,8, даже шнурок, уже, в принципе, идеально становится, но, опять же, я буду использовать поводки, а поводки, в свою очередь, ну, будут рваться, как бы, да, и снасть моя не пострадает, по поводу, опять же, фидерных поводков, мне, к сожалению, недоступны, более какие-то прочные, там, либо более дорогие поводки, да, вот, они с 14 уровня, только будут доступны, ну, да, все с 14, ну, так, якобы, карповые, да, в кавычках, поводки, флюрокарбоновые, мне пока доступны, самые дешевые, фифайн, нет, файн ф, карбон, фифайн, это, наверное, все же, микрофон, вот, ну, опять же, их тоже нет на складе, и, кстати, блин, 7,7, он не очень-то хорошо будет подходить под, мою сборочку, мне, в идеале, вот такие, брать где-то на 64, но 14 уровня у меня нет, в общем, ребят, что получается, по итогу, катушку я купил, бланк, к сожалению, не купил, леску я купил, то есть, все, что мне необходимо, в принципе, у меня уже есть, но мне нужно дофармить немножко серебра, я попробую это сделать на, озере старая строк, сейчас попробуем там леща половить, попробуем карасика половить, если получится, уже, собственно, на остроге, ну, и мне получается сколько, ну, не помню, честно говоря, ребят, сколько стоит фидер, но где-то, наверное, 150 монет, может быть, 180, я надеюсь, все же, я его сейчас куплю, соберу, и попробуем впервые порыбачить на новые снасти, надеюсь, ребят, все понятно рассказал, почему у меня такой выбор, что лучше купить, если остались вопросы, естественно, задаем их в комментариях, не стесняемся, и, кстати, Денису, Денису, по-моему, Остапенко, что ли, да, Дмитрию Остапенко, огромнейшее спасибо, подсказал вот эти вот координаты, это 53,75 клипсы, я не знаю, я тут составлю 8 метров, в принципе, практически везде ловлю на 8-метровой клипсе, ленек, кстати, не подходит под заказ в кафе, а здесь клюет ерш, ребят, не часто, как бы, но, по крайней мере, крупнее, чем он клевал у меня там, вон там, где-то там, либо еще где-то я пытался сам найти, я так не смог найти нормальное место, где можно половить, более-менее ерша, но и опять же, сейчас я пробую здесь ловить, сейчас как бы день, и, наверное, как вот, собственно, Дима, Дима, блин, опять забыл, да, Дима, говорит, он за ночь ловит порядка 10 ершей, но за ночь, сейчас как бы день, может, ерш не особо-то активно клюет, но могу вам показать, что, буквально, вот, пока я тут болтал, да, ну, конечно, на точке я был до того, как начал болтать там с вами за катушки, вот, был на 40 грамм, на 49, даже на 117 грамм, на обычного червяка был ершик, так что, в последующих рыбалках, если я буду на комарином, если будут заказы, то нужно будет, конечно же, на этом месте пробовать, наверное, ловить ерша, если кто знает более актуальную точку на ловлю ерша, я вот буду вам, ребят, только, только за, только плюс вам, только спасибо огромнейшее, потому что, действительно, я вот побегал, побегал по водоему, но ничего путнего я так и не нашел, что в прошлой серии, что сегодня я тоже пытался немножко бегать, но ни леща, ни какого-то ерша, ни густеры я так и не смог найти, к сожалению, от нее, что-то делаю неправильно, возможно, еще что-то, возможно, с Настей мы не подходят, ну, фиг знает, не знаю, утверждать и говорить ничего не буду, но у меня просто не получилось, в общем, здесь ерш, насколько я понял, по крайней мере, на момент выхода этого ролика, поклевывает, в заказах ерш часто, так что, наверное, имеет смысл здесь пробовать, но клипсы, как я говорил, я где-то 8 метров здесь ставлю, в принципе, я пока бегал по всему комариному, везде ставил клипсу, 8, может быть, кстати, в этом мой минус, что я ставлю клипсу 8, нужно ставить, может быть, побольше, и тогда будет какой-то результат, но, тем не менее, даже вот этим результатом, что есть ерш, я, кстати, остался доволен, а еще, кстати, такой момент, если вы знаете, где у окуня, можно позакрывать, ну, в смысле, позакрывать, позакрывать для заказов кафе, то тоже вам огромнейшее спасибо, если подскажете, потому что окуней тоже особо найти не могу, прям так вот, чтобы нормально клевали, заказы, вот частенько там, от 200 грамм, 5 штук, 15 монет, ну, блин, ну, почему нет? Я соглашусь с теми моментами, что, возможно, даже целесообразнее не бегать, не искать, ловить просто карася какого-нибудь, да, и вы будете фармить серебришко, вот, кстати, еще на 70 грамм ершик, но мне, откровенно говоря, интереснее так, потому что, ловить одних карасей, ну, окей, я их половлю день, я их половлю два, я их половлю три, да они мне будут вот тут сидеть, жалко, вы не видите где, но я думаю, вы догадались, где они будут у меня сидеть, поэтому мне больше нравится вот такая рыбалка, побегать по водоему, половить ту рыбку, попробовать это, выполнить заказ в кафе, и сделать какой-то челлендж, ну, так называемый, челлендж, не знаю, дневное задание, часовое задание, кафешное, называйте это как хотите, но мне так действительно интереснее, может я в некоторых моментах где-то проиграю в чем-то там, но действительно, так намного круче, мне так больше нравится, я никого не пытаюсь призвать делать то же самое, можете ловить одного карася, как говорится, до этих моментов, как бы, да, а я все же предпочту, наверное, вот такой вариант, потому что мне он более подходит, плюс ко всему, у меня качается до ночной ловли, кстати, уже прокачалась до 35%, и открывается на 35%, лично для меня ненужная, классическая, волосяная, кстати, давайте вот поговорим с вами, как вы считаете, на 35% имеет смысл, вот это, чтобы оснастка открывалась, ну, лично мое мнение, чтобы карповая оснастка открывалась уже после того, как будут карповые удилища, то есть, это где-то после 60%, для чего мне на 35% карповая оснастка, с учетом того, что были какие-то обновления, и ту же густерку ей уменьшили, насколько я понимаю, клев, насколько помню, на как раз таки бойлы, то есть, у нее в приоритете будет, вот как раз таки, какое-нибудь сладкое тесто, и какие-нибудь натуральные наживки, а бойлы, она, конечно, кушает, но уже не так, как раньше активно, и вот просто для чего, я вот, честно говоря, не пойму, для чего на 35% карповая оснастка, я вот, честно говоря, не задумывался об этом никогда, пока вот не начал вот этот вот аккаунт, ну, скажем так, доночник, кстати, ешь, как видите, есть, как мне кажется, как мне кажется, куда было более бы целесообразно сюда закинуть, ну, какую-нибудь использование инлайн оснастки, там, ловля пикером, петлевую оснастку какую-нибудь, ну, блин, для чего карповая на 35%, я, честно говоря, не пойму, как вы считаете, напишите, пожалуйста, об этом в комментариях, потому что мне, ну, мне будет любопытно, на самом-то деле, почитать, мы, конечно же, о, кстати, окунь, ну, про 135 грамм, мы, конечно же, тем, что это размусолим, не на что разработчиков не сподвигнем, но просто поговорим, и мне интересно, только я такой вот, непонятно, или есть со мной еще люди, которые согласятся, а вот, и я так понимаю, в кафешке, сейчас там висит заказ, на ершей, если я правильно помню, я уже скриншоты никакие не делал, потому что я уже собираюсь, на самом-то деле, отсюда уходить, вот, но, блин, ершей, кстати, от 40 грамм, возможно, там будут от 50 грамм ерши, и, у меня не хватает 2 штуки, я не могу выполнить заказ, но время уже ближе к вечеру, так что я, наверное, все же тут еще немножечко постою, попробую выполнить заказ на ерша, и буду переезжать на комариное, потому что ерш, если я правильно помню, там порядка 15 монет, а 15 монет, вы знаете, на дороге не валяется, а ершик, смотри, поклевывает, и это, как бы, да, не может, собственно, не радовать, вот еще один ершик, на 48 грамм, и все же, я попробую, выловить нужное количество, для, для заказа в кафе, а, кстати, ерш, что нужен, от 44 грамм, поэтому, поэтому, я могу выполнить заказ, ну, и, кстати, не 15 монет, а 32, а 32 монеты, это куда круче, чем 15, я думаю, со мной все согласятся, еще 10 монеточек, с карасиков, выполняем, ну, с акунями, густерой, как обычно, я, я в пролете, хотя хороший заказ, 23 монеты, 15, 14, ну, да ладно, не суть, не выполнил, не выполнил, когда-нибудь выполнил, а сейчас предлагаю вот это все дело продать, потому что на строк, если, ой, на строк, на комаринку, я если вернусь, то достаточно не скоро, все это на 40 монет, 138 имеем, и поэтому, впервые можем посетить старые строк, и, как я говорил, наверное, в первых сериях, дачный пруд бесплатный переход, комарина бесплатный, бьюнок бесплатный, а старый строк уже стоит 7 монет, вот тут, как бы, тоже стоит задуматься, прежде чем переходить на какой-либо водоем, потому что это стоит каких-то денег, да, там на высоких уровнях это незаметно, а вот на низких очень даже будет заметно, да, дождливой погодой встречает нас астрок, к сожалению, дождливой погодой, но у нас есть, есть чай, и это не может не радовать, кстати, хотел сказать, смотри, наживка качается, хотел сказать, что у нас строгие, дешевле, продукты покупать, и имеет смысл купить хоть что-то, хоть что-то, чтобы можно было покушать, потому что у меня действительно уже все кончилось, и я все же буду покупать что, ну блин, морковь, конечно, круто, ешь ее как, как ешь, но ее хватает ненадолго прям, и нужно много съесть, алисообразнее было бы купить какую-нибудь тушеную свинь, а, кстати, сосиски, я вот сосисочек немножечко возьму, буду кушать, пионерские, ну почему бы нет, давай-ка съедим одну сосисочку, вот так вот, продуктовые, ребят, магазин на строгие шевле, а вот рыболовные немножко дороже, чем на комарином озере, к примеру, заказы все равно, сделаю скриншотик, потому что вот смотрю, сутки есть на карасе, и я их, в принципе, завтра поутру попробую половить, есть также заказы по ершу, жирный заказ, но, блин, очень жирные, конечно, и ерши нужны, но и остальное для меня, по крайней мере, особо-то, наверное, невыполнимо, давайте сразу, ребятки, посмотрим, фидер, который я собираюсь покупать, немножко запутался, и попробую мучку отстоять на, на лещах, вот, а клипса, не помню сколько, но метров 10, наверное, и фидер, который я хочу купить, сколько стоит у нас, стоит 156 монет, но, к сожалению, не хватает, нужно немножко подформить, деньжат, порядка 25 монет, 30, и купить уже первый фидер, и попробовать порыбачить, но по катушкам, как я и говорил, я купил, получается, за 370, здесь, смотрите, почти 400, ну, я купил за 380, такие, а здесь 398, ну, 20 монет, грубо говоря, сэкономил, а вот как раз таки, смотрите, ой, это пегас, это не так, а тушкам, адриатика, здесь стоит 470 монет, по сравнению с, элементом, который я купил, она почти на сотку дороже, 98, где-то монет 96, ну, и про это еще дороже, 559, так что, вот такие вот дела, в дальнейшем, обязательно купим фидер, и обязательно, я буду собирать, 3 такие сборки, в дальнейшем, я еще, единственное, что это, поменяю крючки, и поменяю на нормальные, кормушки, на нормальные груза, свои, собственно, груза, так, клипсы здесь, наверное, порядка, 10-12 метров, точно не помню, врать не буду, сейчас пытаюсь посмотреть, но пока забросим так, у меня нет, кстати, прикорма никакого, можно попробовать сделать обычные сухари, но я половлю с обычным грузом, крючки у меня, пусть будут, ну, 6 номера, и наживка, тесто, чесночное, другого, к сожалению, я, не имею, с собой, да и вообще, в целом, других наживок, нужно крафтить, крафтить добычу наживки, и, получается, делать, что, получается, открывать кашу гороховую, ну, смотрю, как бы, что, уже есть первая поклевка, да пусть будет 22 номер кучка, попробуем половить так, здесь также сделаю клипсу 12 метров, на чесночку есть первая поклевка, главное, чтобы меня здесь, не преследовали, какие-то амуры, карпы и так далее, и тому подобное, кстати, давай посмотрим, кто это первый у нас, ну, это острог, как бы, да, здесь, смотри, прям сходу, размот какой-то, это, кстати, это, кстати, карп, а это очень печально, карп на 1 килограмм 400 грамм, это очень печально, ребята, если здесь будет карп клевать на чесночку, то, как бы, половил я леща, но он, кстати, может клевать и на гороховую кашу, поэтому, поэтому, такое себе занятие, здесь я заброшу вообще обычного червя, может быть, ерши будут клевать, что маловероятно, конечно, но посмотрим, потому что, что-то первая поклевка карпа, меня немножко сбила с толку, потому как я, ну, по-честному, не готов ловить карпов, и не хочу, даже если, когда я соберу, там, вот эту катушку поставлю, там, и так далее, и тому подобное, даже если бы я купил прайд, либо адриадьку, я также не готов ловить карпов, потому что карпы, это далеко дальше, минимальная снасть, с которой можно ловить карп, открывается на 18 уровне, а более-менее, тоже минимальная, открывается аж на 22, либо на 20, так что, а где рыба-то, а где рыба, я не понял, мне до карпов, еще как до Китая, пешком, в присядку, и вообще, так что, пробуем ловить леща, чат, смотрю, летит, 145 игроков, но ребята здесь ловят на гороховую кашу, я, к сожалению, не докачался еще до нее, и пока фидер не куплю, я, наверное, дальше прокачиваться не буду, ну, опять же, дальше прокачиваться не буду, как, не буду прокачиваться, покупными там, какими-то продуктами, ну, давай ты его шлещем, это карасик, ну, хорошо, карась тоже дело, караси мы, конечно, и на комаринке можем половить, и там погода более привлекательная, нежели здесь, но пусть будет так, а вот смотри, первый лещ на 305 грамм, но он прокачал мне немножко, добычу хотел сказать, что он мне прокачал, дуночную ловлю, дуночная ловля, прокачка тоже нужна, начинающие игроки очень не смотрят на этот момент, а просто ловят одну рыбу, на которой получается фармить, а потом доходят до какого-нибудь 30 уровня, до 28 уровня, начинают такие задумываться о том, что, блин, а у меня ничего не прокачано, я ПВА не могу использовать, а все ребята с ПВА ловят, и на ПВА прям крутой клев, хотя я, вот честно вам скажу, с ПВА клев, ну, ну, может быть получше, но не настолько, что прям стоит сильно убивать, по этому поводу, вот это плохо, вот это, кстати, очень плохо, если это опять карп, если опять карп, то, ну, действительно, мне здесь сделать нечего, по крайней мере, с такой наживкой, и с такими снастями, с катушками на 3 килограмма, по крайней мере, катушка на 6, с килограммовым карпом, будет справляться куда проще, но я надеюсь, что это лещик, и все будет хорошо, посмотрим сейчас, кто это такой, опять же, это может быть карась, почему нет, это может быть карась, это может быть трофейный карась, и все это 10 монет, а, кстати, блин, ребят, вот что-то вы мне вообще не напоминаете, у меня подсака нет, я уже на 12 уровне, я еще не имею подсака, я копаю лопатой, как трактор, а подсака не умею, действительно, подсака я не имею, блин, вместо того, чтобы взять третье удилище, я все же выпил чайку, это что, опять лещ на 200 грамм, хороша рыбалка, хороша, я думал, все же на червячка поклюет ершик какой-нибудь, либо окушочек, нужно сейчас будет открыть скриншот заказа в кафе, чтобы посмотреть, а это ясь, по-моему, не, это лещ, кстати говоря, да, это лещ, ну, тяжело, тяжело, полторашечка, леща получена больше всего опыта, полторашку, таких лещей я еще не ловил, но и с такими снастями леща на полторашку тяжело доставать, пусть лучше плюет по килограмму, и вообще прям будет все здорово, приятно, хотя вчера мне скинул один из моих подписчиков скриншотик, который на такую же точную сборку достал леща почти на 5 килограмм, 4 900 с чем-то там, весьма хороший экземплярчик, так что, если долго мучиться, что-нибудь получится, но опять же, тут есть такой момент, у меня леска с износом уже сколько, 8, 8 процентов, это много, я вам скажу, у всех по 8 процентов, здесь 6, здесь 6, снасти свое, можно сказать, уже отжили, но тем не менее, смотри, вот эти снасти мне, что, благодаря ним я прокачал наживку до 36%, до ночной ловли 35%, тоже почти 36%, так что, я думаю, они себя оправдали, целиком и полностью, так вот это мне, кстати говоря, не нравится, а может быть, а может быть, это угры, трофейный, конечно же, нет, это так, небольшой сарказм вслух, это, кстати, лещ, на обычного червя, смотри, на обычного червя лещ, как бы не может не радовать, вот о чем я говорю, вау, еще крупнее, нет у меня подсака, чтобы нормально, все дела проходили, народу в чате просто тьма, смотри, просто тьма, это плотвичка, так что, ладно, ребята, рыбачу потихонечку, серию затягивать, конечно же, на несколько часов не хочется, хочется вот примерно, часик, не больше, ну 50 минут, 40 минут, а я вот только эту запись уже наболтал на 30, предыдущую на 20, а еще хочется показать итоги, поэтому ладно, молчу, половил немного леща, надеюсь, денег мне хватит, чтобы купить фидер, сейчас купим фидер, попробуем, может быть, карасиков половить на 2167, буквально полчасика, наверное, не больше, и данная серия будет подходить к концу, давай посмотрим, что мне удалось тут наловить, давай по цене, отсортируем, лещ, смотри, какого леща поймал на 2500, мотал, шатал, но вытянул, есть немножко ершков, лещи достаточно мелкие, и достаточно мало, как бы, ну, с такими лещами, действительно тяжело справляться, с такими снастями, нужно, как минимум, три сборочки покупать, все это дело выходит на 44 монеты, и в целом-то я могу уже прикупить себе фидер, и сейчас соберем новую сборочку, получается, первая новая сборочка, первая новая сборочка, звучит, конечно, так, 3,4, ну, действительно, 3,4, все же, ну, мне кажется, маловато будет, можно было бы сэкономить, конечно, но нет, 3,4 метра, хотя бы 3,6, 3,9, может, я возьму 4-метровый, сборочка есть, окей, есть еще такой нюанс, давай посмотрим, тесто сладкое у меня, как с наживкой, тесто сладкое, да и есть, немножко у меня и чесночного, и сладкого, нужно будет, кстати, подкачаться, подкачаться, да, давай посмотрим, чесночное тесто, вообще, в целом, чем масло у меня есть, чеснок у меня есть, мне только нужно пшеничная мука, подожди, тогда смотри, такой момент, чесночное тесто, где-то есть, ой, пшеничная мука, окей, У меня 9 чеснока, то есть мне нужно, ну, десяточку, я думаю, можно взять, если денег хватит Пшеничной муки накрафтить немножко чесночного теста, чтобы оно просто было Ну, мало ли 10 штук, 9 монет Да, все, опять остался без денег, ну, как я люблю, собственно Ну, и лопатой не забываем, конечно, подкапывать Когда-нибудь я свой водоем, конечно же, тут откопаю в этой рыбалке И все будет круто, здорово, приятно Там будет клев, как на черных камнях, но это будет плотник Немножко сарказма Вот, я хотел вас еще вот о чем попросить Следующая, седьмая серия Ну, выйдет, опять же, все зависит от вас 400 лайков, либо 3 дня ждем, вы помните, да? Где половим? Давайте в комментариях вы напишите, где бы вы хотели, чтобы я порыбачил Это вьюнок, это комарина и это острог Каких комментариев я увижу больше на том водоеме, следующая рыбалка моя и пройдет Вот, ну а я что, приду сейчас на... На что приду я? Я приду на 2167 Вот И попробую здесь половить на сладкое тесто карася Прикорм я уже забабахал Сладкое тесто немножко есть Клипсерик, что у нас, 10 метров? Ну, пусть будет 10 метров Окей, первая сборка пошла в расход, можно сказать Потому что, ну, есть вероятность, что здесь и карпы будут клевать Есть вероятность, надеюсь, этого не произойдет Я попробую, кстати, карася половить на манную кашу Почему бы, собственно, и нет Карась должен банку жрать Да и не только карась, на самом-то деле Здесь сделаю клипсерик 8 метров Вот И тогда че? Тогда че? Астерия Соренто в прошлом Астерия в будущем В настоящем Вот так, наверное, правильно сказать Оснастка у нас Паттерностер, естественно Катушка, элемент лески Который, кстати, помещается 282 метра Мне этого будет достаточно В смысле? А-а-а Я понял, вот это нужно В смысле, я не могу это разобрать Вот так вот разобрать Это больше мне не нужно Кормушечка Прикормочка Фидерный поводок 5,4 Потому что других пока у меня нет Шестой номер крючка Ну и, конечно же, тесто Саладкое Вот Вот такая Теперь у меня сборочка есть в арсенале Ну, это уже выглядит Это уже выглядит солидно О, смотри как Ну и По длиннее как бы, да? Сколько здесь метров? В смысле, 4,6 метра 3,2 Тут вообще 3,2 метра у меня Бланки Ну я самый дешманский брал Я помню Я помню этот момент А здесь уже 4 метра Вот так это все выглядит Вот такая вот катушечка У меня теперь крутая Смотри какая Никогда не рыбачил спутниками Элементами Прошками А теперь у меня спутник Элемент про Ух ты Надеюсь, ты будешь карасем Вот действительно Надеюсь, ты будешь карасем Кстати, есть первая поклевка На новую сборку Сейчас будем смотреть, кто там Ее, кстати говоря Даже не разматывает Ну так там же фрик у нас 6,5 килограмм Это тебе не Соренто Что-то я там Кого-то заподозрил Кто это? Что-то мне показалось Как будто это Амур Ну-ка Да давай уже Сдавайся, рыба Сдавайся Нет, это карась Блин, какой Упертый Ровно полторашка На Получается что? На манную кашу Здесь у нас тоже На сладкое тесто Карасик 148 грамм Который, к сожалению Не подходит под кафешку Кстати, нужно выполнить Эти два заказа Карасевых Там 350 грамм И От 189 грамм По 3 и по 4 карася Вот 250 грамм Для одного заказа Окей На новенькую сборочку Хотелось бы По-быстренькому Выполнить эти два заказика Это 13 и 4 монеты Ну и в целом Можно Наверное Заканчивать Шестую Шестую серию Прокачки Доночника Кстати говоря Смотри А у меня уже Тем временем Скоро будет 13 уровень За что мы Получим Два очка Навыка И будем Добывать Еще больше Червей Это Как бы Не может Не рад Ну В смысле Я Одно Очко Навыка Получу Я Прокачаю Добычу Червя И будет Побольше Побольше Добычи У меня Тут же Насколько Я правильно Помню Я уже Давно Не смотрел Сюда Тут С каждым Амгрейтом Повышается Вероятность Выкапывания Навозных Червей А также Появляется Вероятность Выкопать Несколько Червей Сразу Ну вот Так Подожди Еще раз Хочу Почитать Что-то Не понял Добыча Навозного Ага Ага Повышается Вероятность Выкапывания Навозных Червей То есть Чем больше Прокачивать Буду Тем Больше Вероятность Что я Червяка Навозного Выкопаю Оно Ну че Я и думаю Что-то у меня Нет Нет Смотри Навозники Стали И чаще Копаться И Два По три Штучки Так Это кто Такой Пойдем Погуляем С тобой Не очень Конечно Это занятно Но придется Так Сладкое Тесто Главное Чтобы Вот Карп Я боюсь Карпов Тем более С такими Снастями Это скорее Все Карп Либо Амур Маленький Потому что Мне кажется Ну Карась Так Не будет Разматывать Кстати Смотри Есть Такой Момент Что Если Леска Полностью Кончится Есть Небольшая Вероятность Что у меня Будет Поломка Катушки Потому что Катушки Уже Слабые Но Если я Правильно Помню Механику Игры Да Это Явно Не Карась Если я Правильно Помню Механику Игры Игры То Как бы Да Когда леска Заканчивается Там есть Узел На шпуле На конце Лески Как бы Да И Он В два Раза Слабее Самой Лески Это Если я Правильно Помню Механику Если У кого Есть Более Точная Информация Подскажите Потому что Когда-то Этот Так Называемый Узел Его То ли Аполи То ли Опять же Нерфиль Я не Помню Честно Говоря Поэтому Если Помните Подскажите В комментариях Так Это Хреновая Тема Я вам Скажу Это Скорее Всего Карп Либо Амур Можно Попробовать Добиться Схода Открыванием Катушки Катушка Открывается По Клавише Enter Если У вас Удилище В руках А если На земле Как бы Стоит То Можно Клавишей К Открыть Либо Опять же Закрыть Катушку И Блин Просто Если Лески Действительно Не хватит То Нужно Будет Перезаходить Потому что Я могу Потерять Катушку Мне Конечно По сути Без разницы Но потеряю Катушку Я потеряю Еще одна Катушенция Есть В запасе Но все же Не хотелось Тереть катушку И давай Лучше Пусть Эта рыба Сойдет Я вот Ловил Когда На 3558 Была неплохая Поклевочка Леща По всей видимости Лещ был И Блин Сход А сейчас Смотри Специально Открываю Катушку И схода Нет Вот так Всегда И бывает Когда тебе Нужен сход И его И блин Нету Когда тебе Не нужен Сход Рыба Сходит Ладно Буду Мучиться Ты понимаешь Какая тварь Клюнула На сладкое Тесто Это Карпинский На трешечку И Собака Злая Не Заходил Не захотел Сходить Решил Все же Сдаться Эх ты Второй ранг Получаем Самая большая Пойманная Рыба Самая сильная Что-то там Тра-та-там Не Ну Окей Я согласен Пусть будет так Конечно Пришлось Немножко Помучиться Пришлось Немножко Побегать Но Карпинский На трешку Влетел И Карпинский На трешку На самую Начальную Снасть Ну Блин Это Такое Себе Как бы Да Так что Вот так Вот Я Конечно К такому Не готовился И Не надеялся Такое Ловить Я пришел Сюда Половить Обычных Самых Обычных Карасиков Ну Тут Смотри Пристают Еще Нет Нет Карпинский Зато Вот Смотри Личный Рекорд Максимум Ладно Смотри Зато На Новую Снасть Которая Более Мощная Естественно Мы ловим Карася На 72 Грамма Топово А на Самые Слабые Снасти Мы ловим Карпов По 3 Кг Не Ну Вот Вот так Вот Как бы Они Жили Все же Буду Заканчивать Свою Рыбалку Пойду Быстренько Сдам Заказы В кафе И уже Буду Готовиться Потихонечку К Следующей Серии Но Опять же Ребят Следующей Серии Я начну Готовиться Когда Увижу Первый Комментарий Где Я Где Точнее Вы Хотели бы Чтобы я Порыбачил Острог Комаринка Либо Вьюнок Так что Все будет Зависеть Только Только От вас Я Конечно же За Комаринку На самом то Деле Потому что Ну К такому Водоему Я еще Не Готов К сожалению Четыре Монеты Есть Ротанов К сожалению Нет Карась Сколько Тут Нужно Четыре На Тринадцать Монет Того Четырнадцать Пятнадцать Монет В общем Я только Заработал Блин Семь Платвы Нужно Платву Бо Половить Ершей Блин Ершей Хороший Заказ Ну И Больше Ничего У меня К сожалению Нет Остатки Продаем Здесь Все Десять Рыбок Но Тут Карпинский На Пять Монет И Все Это Дело Еще На Семнадцать Целых Монет Выходит И У меня Теперь Аж Тридцать Восемь Монет Ну Блин Но Блин Кстати Говоря Я Совсем Забыл Что У Смотри Пока Качаюсь Хорошо Но Десяти Порций Точно Не Хватит Поэтому Тут Я Больше Чем Уверен Тридцать Семь Процентов Вот Вообще Видишь Что Без Прокачки Получилось Сделать Нет Нет Не докачаюсь К сожалению Нужно Нужно Покупать Больше Продуктов Чтобы Докачаться До Сорока Получается Процентов Да И На сорока Процентах Я смогу Делать Кашу Гороховую Пока Блин Докачаешься Лещ Поменяет Свои Приоритеты Да И Я Не смогу И я Не смогу Его Половить Сладкое Тесто Пшеничная Мука Одно Молоко Одно Купить Можно И сделать Еще Сладкого Теста Почему Нет Тем более Продукты Здесь Дешевые Так Окей Сладкое Тесто Молоко Есть Еще Вот так Вот сделаем 37,5 Ну и все В принципе Больше у меня По продуктам Нет ничего Наверное Так что Так что Как-то так Есть Есть лопата Будем рыть А что делать В общем Ролик ребят Подходит к концу Не забывайте Ставить ваши лайки А также Подписываться на канал Кто не хочет Пропускайте Новые серии По прокачке Аккаунта До ночника У меня же на этом все С вами был Как обычно Дриллер Русская рыбалка 4 И всем До скорого Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok